Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Повышение пенсий всем пенсионерам в августе и на весь год. Нас спрашивают, как и кому повысили пенсии в августе, и каким пенсионерам проиндексировали и повысили пенсии до этого, и на сколько еще повысят в этом году. На что отвечаем. И начнем. С этого месяца, так с 1 августа, выросли накопительные пенсии. Накопительные пенсии повысили на 9,13%. Изменения коснулись 80 тысяч российских пенсионеров. Кроме того, с августа на 7,99% увеличены выплаты, которые получают участники программы софинансирования пенсионных накоплений в виде срочных выплат. Речь идет о формате, при котором пенсия выплачивается в период, указанный пенсионерам. Перерасчет коснется еще около 32 тысяч человек. С начала августа Пенсионный фонд России традиционно осуществляет ежегодный перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Их корректируют с учетом страховых взносов, поступивших с зарплат. Каждый год такие пенсии растут не более чем на 3 пенсионных балла. Стоимость одного такого балла составляет 93 рубля. Таким образом, максимальная прибавка к пенсии не превысит 279 рублей. Далее, относительно повышения индексации пенсий, продолжим отвечать по порядку. С начала этого года, с 1 января 2020 года, страховые пенсии неработающих пенсионеров, проиндексированы на 6,6%. Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного балла, исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации, составляет 5,686 рублей 25 копеек и 93 рубля соответственно. В результате индексации, страховая пенсия по старости, большинство неработающих пенсионеров, выросло не менее чем на 1000 рублей в месяц, а ее средний размер составил 16 500 рублей. При этом, у каждого пенсионера, прибавка индивидуальна, и зависит от размера получаемой пенсии. Страховые пенсии в январе, повышались в соответствии с введенным в 2019 году, механизмом индексации, сверх прожиточного минимума. Он обеспечивает, прибавку к выплатам, даже в том случае, если пенсионеру, установлена социальная доплата. Сначала, доходы пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доводятся социальной доплатой, до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем, к этой сумме, устанавливается прибавка по итогам индексации. Таким образом, все неработающие пенсионеры, кому положена индексация, гарантированно получили, повышение выплат в январе. Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены на все пропущенные индексации. С 1 февраля увеличили некоторые виды социальных выплат, предоставляемых пенсионным фондом России. Прежде всего, на 3% проиндексировали ежемесячную денежную выплату, ЕДФ, которую получают 15 миллионов россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, герои Советского Союза и России, а также герои социалистического труда, и некоторые другие лица. Размер индексации был определен, исходя из уровня инфляции за 2019 год. На 3% также проиндексировали входящий в состав ЕДФ набор социальных услуг. По закону, он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля вырос до 1155 рублей 6 копеек в месяц. Перечень социальных услуг после индексации выглядит следующим образом. Предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов Денежный эквивалент 889 рублей 66 копеек в месяц. Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний. Денежный эквивалент 137 рублей 63 копеек в месяц. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Денежный эквивалент 127 рублей 77 копеек в месяц. Помимо этого, с февраля увеличили пособие на погребение, которое пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты теперь составит 6124 рубля 86 копеек. Изначально, как мы сообщали ранее, с 1 апреля 2020 года на 7 процентов планировалась индексация социальных пенсий в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров в 2020 году. Но, как стало известно позже, в соответствии с официальными данными, индексацию пенсий в апреле этого года, как это часто бывает, немного изменили, и в итоге, социальные пенсии проиндексировали с 1 апреля на 6,1 процента. Более 3 миллионов получателей социальных пенсий с 1 апреля получили повышенные пенсии. Самой малочисленной группой пенсионеров в России являются получатели социальных пенсий. Это люди, которые не заработали необходимые для получения страховой пенсии трудовой стаж. Индексация таких пенсий осуществляется с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в России за прошедший 2019 год. Так, соцпенсии проиндексировали на 6,1 процента. Одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, были повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению, проходивших военную службу по призыву, военнослужащих, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком жителям блокадного Ленинграда, пенсии граждан, пострадавших из-за техногенных или радиационных катастроф, и другие. Также важно напомнить, что величина прожиточного минимума пенсионера в 2020 году в целом по Российской Федерации увеличилась и составляет 9 311 рублей. Но в каждом субъекте Российской Федерации свой размер прожиточного минимума пенсионера. Если вам интересен размер прожиточного минимума пенсионера, в вашем субъекте Российской Федерации, напишите его в комментариях, а после мы ответим в отдельном выпуске или в вашем комментарии. 1 июля некоторые пенсионеры получили индексацию пенсий. Речь идет о пенсионерах, являющихся опекунами и попечителями на платной основе. Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей и другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей. Они получали в среднем 4 тысячи рублей в месяц, из-за чего считались работающими и были лишены индексации. Доплату получили 46 тысяч пенсионеров-опекунов, а ее размер зависел от их пенсии и количества пропущенных индексаций. Если пенсия не менялась заморозки индексации, значит, пенсионер пропустил 5 индексаций с 2016 года по 2020 год на 4%, 5,8%, 3,7%, 7,05% и 6,6%. Итого, 27,15%. Реальная формула перерасчета чуть сложнее. То есть, при пенсии в 15 тысяч рублей прибавка с 1 июля составила около 4 тысяч рублей. Такой же перерасчет ждет пенсионеров, которые пропустили предыдущие индексации, и этим летом прекратят свою трудовую деятельность. Военные пенсии вырастут с 1 октября на 3%. Напомним, что уже не первый год приостанавливается действие законов, касающихся индексации военных пенсий. По указу президента, военные пенсии должны ежегодно повышаться на 2% выше инфляции. За счет повышения денежного довольствия и увеличение понижающего коэффициента. Последний должен был ежегодно расти на 2% из 54% в 2012 году достичь 100%. Выходит, если бы законодательство не замораживалось, военные пенсии в 2020 году должны были бы вырасти на 5%, 3% инфляции и плюс 2% повышения коэффициента. Однако, как указано в законе о бюджете на 2020 год, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, в этом году не повышается и остается на уровне 73,68%. То есть, военные пенсии будут проиндексированы только на 3% инфляции. Случится это 1 октября 2020 года. Средняя военная пенсия в России после индексации достигнет почти 27 тысяч рублей. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и самое главное – подпишитесь на блок юридической помощи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok